Робототехника в здании 19 века постройки. Такому сочетанию прошлого и настоящего в школе номер один рабочего посёлка Лунино несказанно рады. Федеральная программа «Точка роста» помогла закупить современное оборудование, а также позволила сделать долгожданный ремонт потолка и окон в фойе, входных групп, одного учебного кабинета, а главная фасада. На работу в образовательном учреждении в мае прошлого года глава региона распорядился выделить дополнительно 19 миллионов рублей. Для губернатора Олега Мельниченко такие визиты в районы прежде всего проверка того, как исполняются его поручения. Надо идти дальше. Только по этому году у нас капитального ремонта по школам в области запланировано на сумму около 1 миллиарда рублей. Поэтому очень много работ предстоит и в очень жатый период фактически. На всё про всё у нас будет только конец мая и конец августа. Необходимо продолжить также строительство детских садов. Новое дошкольное учреждение, которое также появилось в Лунино, благодаря вмешательству главы региона, откроется уже в марте. Но сейчас важно ещё и подготовить проектно-сметную документацию на ремонт другого, уже существующего детсада. А вот в новом Доме культуры Олег Мельниченко поручил работать в направлении подбора педагогов доп. образования и наполнения сцены приезжими коллективами. Сцены хорошие, оборудование хорошее. Да, согласен. Просто теперь это нужно организовать. Не так, чтобы они здесь в собственном соку варились, а чтобы приезжали коллективы из Пензы. А может быть и не из Пензы. Смотрите, у нас же тут сейчас гастрольная деятельность идёт. В ИСИ губернатор Олег Мельниченко проверил состояние детской спортивной школы и бассейна. В учреждении дополнительного образования полностью заменили кровлю, частично оконные блоки и электропроводку. На это выделялось почти 40 миллионов рублей. А вот плавательный центр стал примером того, как в нашем регионе модернизирована система бассейнов. Так, с помощью нового оборудования здесь четыре раза в сутки замеряют уровень опасных веществ. Это позволит не допустить повтора трагедии, которая едва не произошла в Нижнем Ломове в марте прошлого года. Мы забрали все бассейны в ведении Пензенской области и провели модернизацию. И чаш, и насосов, и оборудование по хлорированию и очистке воды. Это надо было делать, но это потребовало определённой остановки работы бассейнов. Но теперь зато они теперь работают, да. Мы, конечно, понимаем, что перевод содержания бассейнов по области требует, наверное, больших финансовых вложений. На этот год предусмотрены средства по укреплению материальной базы. Но смеем надеяться, смеем верить, что бассейны будут работать, и мы будем пользоваться этим. В бассейне полностью поменяли покрытие чаши, установили новую систему водоподготовки и фильтры для очистки воды, заменили вентиляцию. Губернатор обратил особое внимание на необходимость строго соблюдать все требования безопасности.